Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но это еще не все. Я расскажу вам, что ваши слова обладают духовной властью. В словах, которыми вы говорите, есть духовная власть, она неотделима от них. Вы не задумывались об этом, но Бог наделил вас великой властью. Но это еще не все, о чем я хочу сегодня рассказать. Я расскажу вам о том, что характеризует церкви, особенно американские. Мы считаем, что у нас есть стабильность, что у нас есть все возможности процветать, что нас защищает правительство, что у нас большая история. Но я хочу вам сказать, что наша свобода и прочие ценности идут от всемогущего Бога. Пусть церковь будет оказывать живое и здоровое влияние в нашем обществе, и это продолжится и для последующих поколений. Пусть церковь не будут принижать. Пусть она не будет молчать. Пусть всего такого не будет. Мы все хотим этого всем своим сердцем. Это прекрасные идеи. Но обычно это происходит в воскресенье утром, когда мы вспоминаем, что мы христиане. Мы находим подходящее для христиан здание, идем туда и занимаемся христианскими вещами, принаряжаемся, садимся там и замолкаем где-то на час. Так мы пытаемся пустить пыль в глаза нашим соседям. Когда же мы покидаем церковь, мы перестаем быть христианами и продолжаем жить, как жили раньше. У нас есть друзья. Мы отдыхаем, ведем бизнес и занимаемся тем, чем занимаемся обычно. В этом нет ничего плохого. Но я хочу предложить вам сделать так, чтобы ваша христианская жизнь не ограничивалась только зданием церкви и утром воскресенья. Пусть она станет для вас хлебом насущным. А еще вы должны помнить, что в ваших словах заключена духовная власть. Кто вы и что говорите 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это выражение вашей духовной жизни. Это может быть и во благо, и во зло. Но своими словами вы что-то выражаете. Хотите вы того или нет? Было бы ошибкой думать, что когда мы что-то намереваемся сделать, мы надеемся на какие-то последствия. Совершая самые глупые поступки в своей жизни и платя самые нелепые налоги, я очень редко делал это из намерения причинить себе боль. Не надо думать, что у вас не было намерений, ведь все дело в том, что у ваших слов есть власть. Я знаю, что вы сейчас сможете подумать о всяких глупых вещах. Не надо этого делать. Ведь вы знаете, что люди делают глупые вещи с едой. Но я до сих пор обедаю. Не отрицайте истину, если услышите то, с чем вы не согласны. Ведь, молясь, вы используете свои слова так, как того хочет Бог. Мы можем много лет говорить о том, как молитва преображает нашу жизнь. Мы говорим о молитвах каждую неделю. Говорим о том, как молитва влияет на наше повседневное общение с людьми. Когда христиане собираются вместе, мы начинаем с молитвы. А когда мы расходимся, мы тоже завершаем молитвой, ведь мы знаем, что пришло время бежать в ресторан. Но молитва превыше всего этого. Ведь мы можем использовать наши слова во имя того, что хочет Бог. Слова — это не конвейер сообщений. Слова, которые вы используете, и слова, которые посылают вам, имеют влияние. Об этом сказано в Писании. Но у меня есть еще один пример. Их можно сопоставить с типами калорий, которые вы потребляете. Полезны они или нет, этот аспект повлияет на ваше здоровье и состояние. Частый эффект виден не сразу, но он явно будет. Слова, которые вы используете, и слова, которые посылают вам, влияют на течение вашей жизни. Частый эффект виден не сразу, но он явно будет. Это правда. Сейчас я хочу вам прочесть один стих из Писания. Вы прекрасно знаете этот стих. Он очень подходит к нашей сегодняшней теме. Это послание к римлянам, 10 глава. Там сказано, что если вы будете своим сердцем веровать и устами исповедовать Иисуса Господом, вы спасетесь. Слово «спасение» в Новом Завете очень многозначное. У него много значений и применений. Но если говорится в общем и целом, обретя спасение, вы станете частью Царства Божьего. Но как это сделать? Веруйте сердцем и исповедуйте устами. Что пробуждает это преображение? Согласно Новому Завету, вы должны родиться свыше. А как это сделать? Может, нужно начать ходить в церковь или сдать экзамен по богословию или быть добрым, моральным, великодушным, благожелательным человеком или дорожить своим браком и быть хорошим родителем или иметь успехи в спорте? Важны ваши слова. Мы не обращаем на них внимания. Мы думаем, что они не играют никакой роли. Но они ее играют. Ваше духовное благополучие и ваше благополучие как человека очень зависят от слов, которые вы используете, и от слов, которые говорят вам. Некоторые из нас до сих пор несут груз слов, которые им сказали несколько десятилетий назад. Они либо не осознают этого, либо не торопятся избавляться от этого груза. Я много раз говорил о том, что первые главы Бытия содержат все основные библейские идеи. В первых 11 главах мы можем прочесть главные идеи Библии. Первая глава Бытия начинается со слов «Вначале сотворил Бог». Там не рассказывается о происхождении, о том, откуда он взялся. Там рассказывается о том, как всемогущий Бог связан с Адамом и его потомками на планете Земля. Вот о чем говорится в этой книге. «Бытие» начинается со слов «Вначале сотворил Бог небо и землю». То есть Бог — это созидающая сила, стоящая за всем живым на планете Земля. В первой главе Бытия рассказывается о творении. Его деяния начинаются со второй главы. Но как же Бог создал Землю и все, что на ней есть? Своим словом? В Библии сказано «и сказал Бог», «Да будет свет и стал свет». И снова «сказал Бог» и «сказал Бог». Эти повторения идут там неспроста. У них есть своя функция. Благодаря им мы должны понять, что Слово Божие — это власть, которая внесла порядок в хаос, который раньше был здесь. И Божье Слово все еще вносит порядок в наш мир. И это не только Писание. Его слова, исходящие из ваших уст, играют большую роль. Наконец-то вы начали что-то записывать. Итак, Писание говорит нам, что слова имеют власть, и мы не отвечаем за эту власть. Мы начнем сегодня с книги-притчей. Там говорится, кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою. Лично мне сейчас не нужны всякие беды. Я изо всех сил стараюсь их избегать. Мне не кажется, что беды — это весело. Если мне сейчас предложат ввязаться в какую-то беду, то я точно откажусь. И в этих строках Библия дает нам совет. Она говорит нам, кто хранит уста свои и язык свой, тот избегает бед. Вы когда-нибудь пытались следить за своими словами? Вы следите за домом, за финансами, и, наверное, следите за детьми. Вы следите в жизни за многим. За своими данными и информацией о вас. А Писание говорит нам, что мы должны следить за своим ртом и своим языком, потому что то, что выходит из них, может повлиять на наше благополучие. Кто из вас запер машину, когда приехал сюда? Вы думаете, у нас в церкви полно воров? Вы скажете, я не верю. Я знаю, поэтому и читаю это вам. Мы должны решить, что нам делать с истиной Писания. А вот что еще сказано в притчах. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Вы видите, в словах, выходящих из ваших уст, есть сила. Еврейская поэзия того времени обычно имела форму куплетов, где были заключены две связанные друг с другом мысли. Это мы и видим здесь. Первая мысль заключается в том, что во власти языка находятся смерть и жизнь, зло и добро. А вторая часть стиха связана с тем, во что вы верите. Тут сказано, любящие его вкусят от плодов его. Это означает, что если вы в это верите, это принесет вам благо. А если вы это проигнорируете, то случится противоположная вещь. В духовной власти слов есть сила, которую можно использовать и во благо, и во зло. В Евангелии от Матфея Иисус сказал «говорю же вам». Иисус обычно использовал одни и те же конструкции. Часто он начинал свои речи со слов «истину говорю вам» или просто «говорю вам». Я уже говорил вам, что если вы увидите в Библии эти слова, вам надо обратить на эти стихи особое внимание. Но тут Иисус сказал нечто необычное. И я поведаю вам истину об этих словах, потому что для вас они, скорее всего, станут неожиданностью. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Это сказал Иисус. Я знаю, что так сказано в Библии, поэтому вы считаете, что все в порядке. Но эти строки могут нас удивить. Вы думали когда-нибудь о том, что ваши слова будут играть ключевую роль в день суда? Я думал, что куда важнее наше поведение, какие-то события, наши действия и отношения, но для Иисуса все это не так уж и важно. Он говорит нам, в день суда вы дадите ответ за всякое праздное слово, а не за духовные слова, которые вы говорили намеренно, за всякое праздное слово, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. У слов больше власти, чем мы думали. У них есть духовная власть. Слова могут повлиять на ваше действие и на ваше поведение, а также на их последствия. Это одна из основных идей христианства. Она идет не от каких-то безумных фанатиков. Это одна из основ христианства. Вы же знаете библейское слово «раскаяние». Оно всегда выражается вслух. Если только подумать о раскаянии, это не будет раскаянием. Раскаяние — это перемены, произошедшие в вашем сердце, а еще это изменения вашего поведения. Но эти изменения происходят благодаря словам, которые вы произнесли вслух. Благодаря тому, что вы сказали, «Боже, я очень сожалею, я был неправ, я принимал неправильные решения, я поступал неправильно, у меня было неправильное отношение, и вот я каюсь в этом. Я хочу вступить на новый путь». Если вы этого не скажете, последствия вашего поведения вам еще аукнутся. Ведь именно благодаря раскаянию мы обретаем милость и благость, а заодно освобождаемся от последствий, которые мы заслужили. У слов есть власть. Исаии пришлось столкнуться со своим несовершенством. Он писал, «И поколебались сверхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями, и сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя». Когда Исаия увидел Бога во всем его величии, полноте и силе, он понял, что вел неправильную жизнь. Но тут важно не его поведение. Тут не сказано, что он был алчным, эгоистичным или аморальным. Он называет себя человеком с нечистыми устами. И это знак для нас. Мы должны обратить на это внимание. Но куда больше мне нравится то, что ответил ему Бог. «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвника, и коснулся уст моих и сказал, «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Бог не проклинает Исаию. Он не критикует его. Он не принижает его и не отворачивается от него. Он влияет на его жизнь. История последователей Христа — это история преображений. Мы христиане, потому что мы совершенны. Быть последователем Христа не значит следовать каким-то постановлениям. Это не означает, что есть какие-то правила, которые мы соблюдаем лучше других. И поэтому Бог сделал нас избранными. Быть последователем Христа значит родиться свыше. Это означает, в вас что-то зажглось, что-то зародилось. И вы сделали это своими словами. Бог ответил вам своей благодатью и милостью, и в вас произошло преображение. И вы начали постепенно меняться, частичка за частичкой, день за днем. В нас поселился Иисус Христос. Мы не притворяемся подобными Христу. Мы стараемся почитать Бога своими действиями и поступками. Это подобно тому, как мы смотрим в роддоме через стекло на новорожденных. Мы видим там много младенцев. Это только начало. Нас ожидает много перемен и преображений. Мы узнаем много нового и получаем много навыков. А еще мы получим много ответов. Если вы отвечаете миру в 30 так же, как делали это в 3 года, то вы явно что-то упустили. Становясь христианами, мы переживаем преображение. Мы часто совершаем ошибку, пытаясь выставить себя зрелыми христианами. Не в смысле времени, а в смысле, что мы хотим казаться экспертами в христианстве. Мы отходим от нашего желания измениться. Но нам нужны перемены. Только узнать Бога недостаточно. На пути нас ждет много трудностей. Я хочу знать Бога по-новому. Хочу измениться. Может, нам стоит притворяться экспертами? Давайте скажем вместе с Исаи, «Горе мне! Мне нужна твоя помощь!» И Бог не станет нас критиковать. Он скажет, «Я делаю приготовление для твоего преображения». И разве это не чудесно? Но это не лишает нас ответственности. Давайте откроем послание Иакова. Там сказано, «Ибо все мы много согрешаем». Посмотрите на человека, сидящего справа от вас, и скажите ему, «Кажется, вы согрешили». Ну а далее, «Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Я знаю, что это цитата из Библии, но эти слова кажутся мне странными. Тут сказано, что если вы можете обуздать свои слова, то остальное будет обуздывать очень просто. В моей жизни было время, когда меня кто-то толкал, и я толкался в ответ. У меня была быстрая реакция, и остальное меня не интересовало. Сейчас же, если кто-то меня толкнет, я найду громил, чтобы толкнули его, но я все равно слежу за своими словами, потому что это очень важно. Иаков напоминает нам, что мы несем ответственность за сказанные нами слова. 38-й псалом. «Буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим. Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивой предо мной». Я практически вырос в кабинете ветеринара и знаю, что значит «обуздывать». Нам редко приходилось обуздывать собак. Они могли вести себя агрессивно, но обычно их можно было успокоить, особенно если их хозяин выходил из кабинета. Мы знали различные техники, как это сделать, но иногда нам приводили собак, которых приходилось обуздывать, потому что они были очень агрессивны. Мы делали это из осторожности, что что-то может выйти из-под контроля. Это были очень невоспитанные псы. И псалтыр напоминает нам, что нам нужно обуздывать себя. Я много раз ловил себя на том, что мне сейчас стоит хотя бы образно закрыть рот рукой. Мы должны следить за словами. А почему это важно? Да потому что у слов есть власть, их можно использовать во благо и во зло. Не надо относиться к этому как к данному. Это библейский принцип. Это одна из основ Писания, записанная в первой главе Писания. Это не какая-то второстепенная истина из Писания, а одна из его основ. И я хочу снова вернуться к книге-притчей. Это книга мудрости, книга, в которой с самого начала рассказывается, чем все закончится. И это дает нам преимущество. Это все равно, что знать результаты всех игр еще до начала сезона. Это может принести нам преимущество. Это книга-притчей с самого начала рассказывает нам, чем все закончится. Я прошерстил всю книгу-притчей на предмет слов, уста и язык, и на все остальное, относящееся к нашей речи. И мне стали ясны две вещи. Во-первых, есть прямая связь между тем, что у вас на сердце, и тем, что выходит из ваших уст. Ваши уста подобны переполненному сосуду. Когда я был ребенком, я знал, что не стоит богохульствовать, ведь вас может услышать человек, которому это не понравится, и могут быть последствия. Я следовал этому правилу, и остальное меня не волновало. Тогда мне не приходила мысль о том, что то, что исходит из моих уст, у меня и на сердце. И когда я как-то ударил себя молотком по пальцу, я славил Господа за то, что никого рядом не было. Но со временем я понял, чем больше я славлю Господа в своем сердце, то тем меньше давления я ощущаю. Именно об этом мы можем прочесть в притчах. Я не говорю сейчас о проклятиях, они не входят в обязательный список, но слова могут и преуменьшить, и усилить вашу жизнь. И одно, и другое правда. Сначала поговорим о преуменьшении. Вот что сказано об этом в притчах. «Устами нечестивых разрушается город, иной пустослов уязвляет, как мечом». А еще там сказано, что необузданный язык — это сокрушение духа. Довольно резкая формулировка. А что вы считали сокрушением духа? Какую-то ужасную беду? Большие финансовые потери? А может, какой-то страшный диагноз? Но в Писании сказано не так, а сказано, что необузданный язык может сокрушить дух. И еще в притчах говорится, «Листивые уста готовят падение». И еще нечестивый желает уловить в сеть зла. Слова могут стать для нас ловушкой. Сильные слова могут разрушить, сокрушить, загнать нас в ловушку или сбить нас с пути истинного. Но не думали ли вы, что к такому результату могут привести и слова, сказанные в повседневной речи? Они могут привести и к негативным последствиям, но к хорошим они приведут скорее. И в притчах сказано так же. «Уста праведника — источник жизни». Притчу писали люди, жившие на Ближнем Востоке, а это преимущественно пустынная территория. Наиболее ценный ресурс на Ближнем Востоке — это вода. Так было и в те времена. Так остается и сегодня. Поэтому если у вас там будет источник воды, то вы будете считаться состоятельным человеком, ведь уста праведника — это источник жизни. И еще уста праведного знают благоприятное. Или вот, сердце праведного обдумывает ответ. Круткий язык — древо жизни. А вот еще хорошие слова. «Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою». Ну и еще, пожалуй, уста правдиво и вечно пребывают, а лживый язык — только на мгновение. Правдивые слова пребывают долго, а ложь — недолго. Ну и что вы будете говорить? Сегодня в нашем обществе не очень ценится истина. Мы больше не главные поистине. Это ужасно. Но попытайтесь быть людьми истины. Не только в словах, которые вы говорите, но и в ваших взглядах. Это важно. Это имеет большое влияние на нашу жизнь. И вот я подошел к основной мысли своей проповеди. Она касается возможностей, которые есть у всех нас. Нас много. Все мы выросли в разных средах. У нас были разные жизни. Мы жили в разных местах. У всех нас разные дары и способности, посланные нам Богом. Все мы разные. И это хорошо, ведь мы не похожи друг на друга. Мы по-разному молимся, и вообще мы разные. Но Бог послал всем нам способности и дары. Конечно, это не всегда те дары и способности, которые мы бы хотели. Я вот считаю, что моя жизнь сложилась бы лучше, если бы я мог попасть в NBA. А вы бы видели контракты, которые там подписывают. Мне кажется, что Бог был со мной немного несправедлив. Я должен был быть ростом по два метра и иметь талант в баскетболе. Но вот что-то не сложилось. Я знаю, что у многих из вас есть спортивные таланты. У кого-то есть музыкальный талант. Кто-то из вас очень креативен. У некоторых из вас круто варят мозги. А кто-то имеет талант общения. Людям с вами хорошо. У всех нас разные дары и способности. Но иногда проще сокрушаться по поводу даров, что у нас нет. Мы смотрим на дары других и говорим, «Боже, ну а почему у меня нет таких талантов?» Иногда это касается условий, в которых вы выросли. В одних семьях часто приглашают в гости друзей, а в других нет. Все мы росли в разных семьях. Возможно, вы считаете, что все дело в вашем происхождении, в вашем акценте, в школе, в которой вы учились. Когда мы думаем о том, чего у нас нет, очень просто расстроиться. Но запомните, Бог наделил всех нас даром слова. Тем самым Он наделил всех нас властью. У вас есть власть. И неважно, с каким акцентом вы ее выражаете, какое образование у вас за плечами, какие у вас социальные навыки. Ведь Бог наделил всех нас властью. Что же нам делать с ним? В Новом Завете сказано, что мы должны стать Его послами. Послы не возглавляют армии. Они не генералы. Они не командуют танковыми батальонами или воздушными эскадрильями. Они несут людям власть Царства Небесного. Одним из важных аспектов Писания является тот факт, что Бог многое вложил в нас с вами. Когда в Бытии, в Эдемском саду, Бог создал Адама, Он дал ему власть над всем сущим. Даже если мы оступимся, даже если мы совершим грех и будем продолжать это делать, мы должны помнить о том, что Бог даровал нам духовную власть. И несем мы ее своими словами. Вот почему так важно молиться друг за друга, чтобы благословить ваши семьи, чтобы поблагодарить Бога и сделать так, чтобы Божья сила работала на нас. Любую мысль можно неправильно подать, но это не умаляет ее истины, потому что неправильно использовать можно что угодно. Некоторые неправильно используют свои машины, но из-за этого машины не становятся чем-то бесполезным. Пусть вы каждый день будете употреблять свои слова на то, чтобы благословлять Бога и благодарить Его. Тогда вам станет легче жить. Если вы в отчаянии, начните благодарить Бога за все хорошее, и тогда ваше сердце наполнит Божья радость. А теперь я помолюсь за вас. Отец, спасибо тебе за твои благодать и милость. Мы любим тебя. Пусть сегодня наше сердце наполнит Божья радость. Во имя Иисуса. Да благословит вас Бог. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборо. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Вы можете жить в силе и власти Иисуса Христа с четким осознанием, что такое власть. И у Бога есть цель для вашей жизни, в которой вы можете быть уверены. Для вашей поддержки мы хотим послать вам подарок сегодня, который состоит из трех компакт-дисков учения «Жить в духовном осознании». В дополнение к дискам мы отправляем пособия для изучения с инструментами и практикой для помощи в более духовно осознанной жизни. Позвоните по телефону, указанному на экране. Зайдите на наш сайт сегодня и получите свой особенный подарок. Спасибо за поддержку нашей программы. Вместе мы сотворим перемены. Вы можете жить в силе и власти Иисуса Христа с четким осознанием, что такое власть. И у Бога есть цель для вашей жизни, в которой вы можете быть уверены. Для вашей поддержки мы хотим послать вам подарок сегодня, который состоит из трех компакт-дисков учения «Жить в духовном осознании». В дополнение к дискам мы отправляем пособия для изучения с инструментами и практикой для помощи в более духовно осознанной жизни. Позвоните по телефону, указанному на экране. Зайдите на наш сайт сегодня и получите свой особенный подарок. Спасибо за поддержку нашей программы. Вместе мы сотворим перемены. Продолжение следует...